Привет! Привет и добро пожаловать новый игрок в Destiny 2. Меня зовут Джонни Лейни, а это главный и крупнейший русскоязычный канал о вселенной Destiny Triple Vibe. Тут мы разбираем и квесты, и шмотки, и сложные циферки игровой статистики, и дремучий лор игры. Разбираем и делаем всё так, чтобы тебе было интересно, и ты быстрее освоился в игре. Так что давай, с самых азов, ведь ты лишь несколько часов назад скачал игру, запустил, и у тебя наверняка уйма вопросов. Destiny 2. Ты наверняка много раз читал об этой игре в заголовках игровых изданий. Ты знаешь, что создали её те же люди, что подарили миру серию Хейла. Слышал ты и о том, что старт игры был весьма неоднозначным, и игра преодолевала множество проблем. Ну а сравнивали её чаще всего с Warframe или Borderlands. Слышал, знаю, но не играл, да? Ну теперь-то она стала бесплатной. Вернее, основная часть её контента. Пора бы и самому попробовать. Почему нет? Но! Это онлайн-шутер. Масштабная ММО-игра со своим миром, вселенной, и просто так, залетев в неё сходу, можно растеряться, ничего не понять и психанув выключить. Лишив себя массы новых впечатлений и знакомства с одной из самых богатых из игровых вселенных. В жанре онлайн-шутеров уж точно. Первое впечатление, самое главное. Так что давай я помогу тебе с самого начала понять, что к чему, но сразу предупреждаю, видео большое, информации много, так что, если что, тебе в помощь будет оглавление по тайм-кодам в закреплённом комментарии. Есть конкретный вопрос? Находи его в списке, кликай по значку с меткой и смотри то, что нужно именно тебе. Ну а если не хочешь ничего упустить, то погнали прямо со старта. Во-первых, тебе нужно создать персонажа. Максимальное количество стражей на одном аккаунте – три. В игре три расы – люди, пробудившиеся и экзо. Различаются только внешне и то минимально. Также в игре всего три класса – охотник, титан и варлок. Так что сам собой напрашивается вариант создать себе по одному персонажу каждой расы и разного класса. Таким образом, вы не упустите ничего в игре и у вас будет опыт с разными способностями. Что нужно знать ещё о классах заранее? Они не отличаются по типу снаряжения. Они одинаково сбалансированы для ПВП и для ПВЕ активностей, так что вопросы в духе «а кого лучше создать для ПВП?» не имеют правильного ответа. Да, в игре то и дело появляются какие-то способности на том или ином классе, которые делают один класс преобладающим, то что мы называем термином мета. Но это происходит непредсказуемо. Так что если планируете сначала создать лишь одного персонажа, то руководствуйтесь его внешним обликом и набором суперспособностей. Вот о них сейчас и поговорим. У каждого класса есть три подкласса. Огненный, он же солнечный, он же solar, электрический, он же арковый и пустотный, он же войдовый. Кстати да, на протяжении видео я буду внизу оставлять сноски на объяснение лексикона из игры. Его знание упростит тебе понимание того, чего от тебя хотят другие игроки. Теперь очень кратко о видах подклассов. Просто для того, чтобы вы смогли сформировать представление о разных классах и выбрать за кого начать играть. Подклассы Варлока. Пустотный, атакующий подкласс. Тут на выбор две суператаки. Бросок большого сгустка энергии, который называется новобомба, разрушающий все на что наткнется. Или распад, активировав который ваш персонаж будет скользить над землей, испуская из рук заряды силы поражающей все вокруг. Солнечный подкласс. Есть как атакующие способности, так и саппорт ульта. Из атакующих клинок зари. Персонаж при активной способности метает огненные клинки, а саппорт способность называется кладезь света. Или просто кладезь. Ваш Варлок вонзает клинок в землю, образуя вокруг него зону, которая усиливает атаку всех игроков, находящихся в зоне его действия. А также восстанавливает их здоровье и вешает на них дополнительную защиту. Электрический подкласс Буревестник. Также исключительно атакующая роль. Либо мощный электрический луч, либо атака молниями, прямо как у Палпатина и Звездных Войн. Теперь давайте перейдем к подклассам Титана. Солнечный. Титан Солнцелом, он же Санбрейкер. Атакует метательными горящими молотками, либо большой раскаленной двуручной кувалдой. Пустотный. Покровитель или Сентинель. На старте игры его прозвали Капитаном Америка, поскольку активировав ульту, он атакует противника большим щитом, который также может метать или создавать с его помощью защитную стену или купол. Электрический Титан зовется Воителем, но чаще Страйкером. Также исключительно атакующий подкласс. Бьет по земле кулаками, разрушая окружающие армады врагов, либо взлетает, словно Супермен, и летит прямиком в толпу врагов. Охотник. Его подклассы не менее разнообразны. Например, Солнечный подкласс Стрелок активирует пылающий револьвер, золотую пушку, которая наносит точные и мощные выстрелы, либо вместо револьвера разбрасывает веер огненных кинжалов, подрывающих цели. Ночной Охотник. Пустотный подкласс. Также имеет два вида атаки. В ПВЕ чаще используется Теневой выстрел из лука, который после попадания связывает рядом находящихся противников, а в ПВП этот подкласс активирует ветку Теневых Клинков, с которым ваш Охотник, как невидимая тень молнией, передвигается по карте, нанося смертельные атаки. Электрический Охотник. Громобежец. Вооружен электрическим посохом, которым он может и отражать попадания прямо как джедай, или атаковать противника, используя эффектные акробатические приемы. Три класса. У каждого три подкласса. С разными способностями. Но какие еще есть фишки у персонажей? Классовые способности. Это небольшие, но полезные навыки, использовать которые придется чаще, чем суперы. У Титана баррикада. Защитная стена двух видов. Либо высокая и прочная, либо короткая и с возможностью ускорения перезарядки при стрельбе из этого укрытия. Стена также наносит урон проходящим через нее противникам. У Охотника уклонение. Ловкий апперкот, который поможет быстро уйти в укрытие и вместе с тем перезарядит ваше оружие, либо восстановит рукопашную атаку. Особая способность у Варлока раскол. Либо целебный, либо усиливающий. Некая лужа энергии, которая, как понятно из названия, будет либо восстанавливать ваше здоровье, либо увеличивать ваш урон от оружия. Такс, с видами персонажей разобрались. Ты выбрал расу. Класс. И начал играть. Играешь, но то и дело путаешься в интерфейсе игры. Вот давай теперь о нем и поговорим. Начнем с самого базового. Старт каждого твоего игрового сеанса будет здесь, на орбите. С нее ты выбираешь пункт назначения. На ней же отслеживаешь прогресс квестов. Из орбиты же можешь присоединиться к своим друзьям из списка или пригласить их в свою команду. Команда тут, кстати, называется Фаер Тимой. И может вмещать в себя от двух до шести человек. В зависимости от той активности, в которую вы собираетесь. Следующий экран интерфейса – инвентарь. И экран персонажа. Тут все просто. На нем отображается все твое снаряжение, оружие и характеристики. Подвижность, стойкость, восстановление, интеллект, дисциплина, сила. Подвижность отвечает за скорость перемещения персонажа и дальность прыжка, но не влияет на скорость бега спринтом. Стойкость влияет на то, насколько толстокожим будет ваш персонаж. То, как много входящего урона от противников он выдержит. Восстановление влияет на скорость восстановления здоровья после получения урона. Интеллект за скорость, с которой восстанавливается твоя суперспособность. Дисциплина за время перезарядки гранаты. Ну а сила за время восстановления способности ближнего боя. О том, как настраиваются, комбинируются и работают эти характеристики, я расскажу в отдельном видео, поскольку эта система отображения характеристик появится в игре как раз с 1 октября. В левом верхнем углу вы выбираете подкласс вашего стража. Они, как я уже говорил, разделяются по типам стихийного урона. Если кликнуть на сапкласс, можно переставлять ветки, меняя способности, переключать гранаты, виды прыжков и классовые способности. Далее ячейки снаряжения. В левой части оружие, в правой шмотке. На дополнительном экране снизу можно настроить раскидку эмоций, свой корабль, сперроу, это такой мотоцикл, и эмблему. В верхней правой части этого экрана отображается твой уровень силы. Раньше его нужно было прокачивать по мере прохождения миссий. Теперь же система прокачки переделана под корень. Начальный, он же базовый уровень, 750 силы. Неважно, какое издание игры у вас при этом есть. Владельцы последнего дополнения Обитель Теней будут прокачиваться до 960 единиц, если считать именно по силе от шмоток и оружия. Однако с появлением в игре сезонного артефакта, прокачка силы будет тесно завязана именно на нем, и как такового ограничения по прокачке не будет, в привычном понимании. Касательно прокачки этого артефакта, я тоже расскажу все в отдельном видео. Чуть выше уровня отображаются данные экономики. Блеск, местная валюта, которая добывается десятком способов, от выполнения контрактов до разбора предметов. Легендарные осколки, более редкий ресурс, получаемый за разобранные вещи и оружие. Яркая пыль, внутренняя валюта, использующаяся для покупки косметических улучшений, скинов, оболочек, украшений и тому подобного. И серебро, донатная валюта. Все предметы можно перемещать между персонажами. Любое оружие можно использовать на любом классе. А вот броня классовая. Сет Охотника на Титана просто не налезет. К видам снаряжения мы еще вернемся позднее, так что все же давай сейчас про интерфейс. Справа у нас инвентарь. Он состоит из нескольких вертикально расположенных страниц. Первая, самый инвентарь. Тут будут храниться все ресурсы, жетоны, некоторые специальные предметы к определенным режимам игры, улучшатели, увеличители опыта и так далее. Главное, что нужно помнить, все находящиеся в этом меню предметы общие для всех ваших персонажей. Скажем, у вас там 500 какого-нибудь ресурса. А значит, ими может пользоваться каждый ваш персонаж. Ниже вкладка с модификаторами, орнаментами, эффектами для брони и все в таком духе. А еще ниже окно с шейдерами. Это краска для снаряжения, проще говоря. Еще одна важная вкладка – коллекция. Тут ведется учет всего добытого вами снаряжения. Чего угодно – оружие, брони, экзотических предметов, эмблем и кораблей. Случайно что-то разобрали? Можете забрать отсюда. Единственное ограничение – снаряжение и оружие, на котором выпадают случайные настройки, перки. Забрать такое оружие нельзя. Что еще стоит отдельно упомянуть, так это вкладку с квестовыми предметами, контрактами и поручениями. Она открывается с меню орбиты в левой стороне. Через нее можно отслеживать прогресс выполнения того или иного квеста, а также прочесть подробное описание на квестовых предметах. Эта вкладка, в отличие от инвентаря, привязана к персонажу. То есть взяли какой-то контракт на своем варлоке, на другом персонаже его нужно будет брать повторно. Остальные вкладки нет смысла разбирать. Все довольно просто. Карта, список друзей и клана и так далее. Такс. Примерно с интерфейсом все понятно. Давайте теперь по снаряжению и его разновидностям. Как я уже сказал, только лишь шмот разделяется на классовость. Все остальные предметы общие. Также все предметы делятся по редкости. Простые, зеленка, синька, легендарка, экзот. Именно так их называют игроки. Понятно, что они идут по нарастающей мощности и особенностям. Сначала ты будешь весь в белой броне и пушках, потом добудешь зеленое снаряжение, синее, и затем дорастешь до легендарки, в которых и будешь играть оставшуюся часть времени. А экзот? А экзот очень редок и имеет особые возможности, зачастую меняющие принцип работы каких-то классовых способностей или игровых механик. Полностью одеться в экзотическое снаряжение у тебя не получится. И нет, я не обижаю сейчас твой скил. Одновременно игрок может надеть не более одного экзотного элемента брони и взять в руки не более одного экзотического оружия. Такие правила, да. Это реликвии своего рода. На призраков, эмоции, корабли эти ограничения не действуют. Они все могут быть у тебя экзотическими одновременно. Оружие в Destiny 2 разделяется по слотам и по типам патронов. Патроны легко разделить по цвету. Белые основные, зеленые специальные и фиолетовые, тяжелые или мощные. Фиолетовые используют только оружие, что ставится в третий слот. Первый и второй слот используют оружие, которое заряжается хоть белыми, хоть зелеными. Сейчас на экране вы видите список видов оружия, разделенный по типам. Но бывают и некоторые исключения. Это тоже стоит иметь в виду. Особенно среди экзотического оружия. Какое оружие и где использовать, что сейчас в мете и так далее. Очень большая тема. Так что сейчас об этом точно не буду. Но если у тебя есть эти вопросы, пиши в комментариях. А лучше заходи ко мне на стримы. Там я смогу ответить именно на твой вопрос. Так будет лучше. Также у некоторого оружия, которое использует энергетические или силовые патроны. Ты можешь увидеть иконку стихий. Они означают, что оружие наносит не просто кинетический урон. Но еще и урон элементальный. Для чего он полезен. На некоторых активностях в игре работают моды на время их прохождения. Например, увеличенный огненный урон. Не сложно догадаться, что убивать противников будет куда проще, если использовать пушки и подкласс с иконкой пламени. Либо у некоторых противников вы можете обнаружить силовой щит разных цветов. Синий, сиреневый или оранжевый. Собственно, складываем 1 плюс 1. Если у моба синий щит, его легче всего сбивать из оружия с иконкой электрического урона. Вы можете снять и другим уроном. Но это будет дольше. Да и если снимать щиты с совпадающим уроном, щит в момент исчезновения взорвется и нанесет по врагам дополнительный урон. Кинетическое же оружие без элементального урона по самому противнику нанесет урона больше. Но разумеется, после того, как все стихийные щиты будут сброшены. Как и подобает РПГ игре, броню и оружие можно прокачивать и улучшать с помощью модов. Их очень много. Рассказ о них будет опять же выведен в отдельное видео. Тем более, что система модов не так давно совсем изменилась. Так что пишите в комментариях, если ждете. Вы пока можете на первых порах осмотреть свои пушки, почитать описание перков и изучить, какие как влияют на статы. Слушать чувака с видео на ютюбе, конечно, полезно. Но чем скорее вы научитесь ориентироваться хоть минимально в настройках самостоятельно, тем будет проще для вас. И мне будет проще с вами на одном языке потом разговаривать. Все более-менее понятно. Я надеюсь. Много классов, куча снаряжения, тонны ресурсов и заданий. Но как это все зарабатывать? Какие активности и режимы в игре приоритете? На что обратить внимание в первую очередь на старте? Давайте разбираться. Самое простое разделение. ПВЕ и ПВП режимы. С ПВП все чуть проще, поэтому начинаем с него. Режим сражений против других игроков в Destiny 2 называется Гарнила. Он четко отделен от ПВЕ. Так что если вы встречаете в открытом мире другого игрока, напасть или сразиться с ним вы не сможете. Ну и его не бойтесь. В Гарниле есть несколько режимов и плейлистов. Отличаются они численностью игроков в команде, рейтинговой системой и условиями матчмейкинга. Из знакомых каждому есть, например, режимы десматч или контроль точек. Что нужно знать? Новичку освоиться в ПВП сходу бывает непросто. Порой даже с хорошим опытом игры в шутер. Ведь в Destiny половина успеха в сражениях зависит от того, насколько хорошо вы умеете комбинировать способности своего стража. Насколько хорошо вы знаете оружие и экзотическое снаряжение. Кроме того, не стоит недооценивать мету. Она в игре изменчива. Разработчики часто вносят коррективы в баланс игры и легко может получиться так, что винтовка, с которой вам легко набивать фраги сегодня, через месяц, с каким-нибудь патчем, окажется мусором. Но вы легко врубитесь, какое оружие популярно. О нем точно будут говорить на форумах и в сообществах. С него точно будут в 70% случаях убивать вас и так далее. Ну а там уже ваша задача достать такой же ствол. Еще один важный момент. Ваш уровень и уровень силы не имеют значения в гарниле. Значения урона тут уравниваются. Это работает во всех режимах, за исключением ивента Железное Знамя, который обычно вынесен отдельным плейлистом. О сроках начала этого ивента обычно предупреждают во всех источниках на тему игры. Теперь переходим к самому большому куску пирога. ПВЕ контент. Его в Destiny 2 просто тонны. Я постараюсь сейчас максимально сжато, но с отражением сути, рассказать о главных режимах, об их отличиях и влиянии на игровой процесс. Сюжетные миссии, свободный режим исследования, публичные мероприятия, налеты, сумеречные налеты, рейды, различные арены, подземелья, секретные миссии – это не полный, но основной список того, чем ты будешь заниматься в игре. Давай разберем с чего начать и что зачем нужно. Во-первых, конечно, как новичку тебе нужно пройти сюжетку. Основную, рассказывающую о нападении Гоула на последний город и небольшие сюжетки дополнений «Проклятие Осириса» и «Военный разум». Они достались тебе бесплатно. Еще есть большая крутая сюжетка дополнения «Отвергнутые» и сюжетные миссии новенького дополнения «Обитель теней». Но для того, чтобы пройти их, тебе нужно будет доплатить, что и как лучше купить, вот в этом видео, оно уже на канале. Итак, сюжетные миссии – самое элементарное, как и в любой игре. Прошел одну, тебе говорят, где следующее, и все такое, наслаждайся. Прохождение займет у тебя довольно много времени, и к завершению всех кампаний ты более-менее обрастешь каким-то опытом, накопишь какой-то шмот, пушки и прокачаешься до нужного уровня. Прошел, и что делать дальше? Ооо, а дальше и начинается Destiny 2. Прокачка, поиск лучшего снаряжения, преодоление сложных испытаний и гринд-гринд-гринд. Если сюжетку ты можешь спокойно проходить и в одного, то вот дальше было бы здорово найти напарника или напарников. В идеале найти хороший клан, который поможет в закрытии всех нужных активностей. Не все кланы с радостью принимают новичков, так что сразу ищи те, что состоят из таких же новых игроков, как и ты. Так тебе будет проще и не будет постоянного давления на твою неопытность. Если ты не самый социальный игрок, можешь первое время пользоваться официальным приложением для мобильных платформ. Там найти напарников на активности, на которые нужна команда, но не обязателен голосовой чат, довольно просто. О приложении я расскажу еще чуть дальше в этом видео. Как понять, какая активность требует твоего внимания и что вообще ты получишь за нее? Просто взгляни на карту орбиты. Видишь эти желтые отметки? Это испытания. Испытания бывают ежедневными и еженедельными. Как легко догадаться, одни добавляются и обновляются раз в неделю, вторые ежедневно. Обновления, они же ресеты, всегда случаются в 8 часов по московскому времени. Запомни этот тайминг. Все, что может появиться в игре нового, появляется в 8 часов. Видишь новость, что выйдет новый патч? Анонсировано дополнение? Запускается новый ивент? Запустится он всегда в 8 часов в назначенную дату. Вторая важная временная отметка – еженедельный ресет. День, когда обновляется весь игровой мир и задания. Самый важный в игровом мире. Случается это все во вторник. Также в 8 часов по московскому времени. В этот день возрастает активность. Игроки все ищут команды для прохождения различных заданий. И в этот же день всегда запускаются ивенты или новые дополнения. Ну так вот, вернемся к желтым маякам на орбите. Случился вторник и вся орбита засияла как елка. Смотри, тут все просто. Выполняй все эти маяки. Любая активность, отмеченная таким значком, наградит тебя шмотом или оружием, которое повысит твой уровень силы. Какие-то миссии бывают скрыты. Какие-то квесты нужно выбить или отыскать. Но для этого ты и подписался на мой канал, чтобы не парить себе голову дополнительными поисками и заморочками. Я всегда делаю полное руководство по каждому новому квесту. Так что не пропустишь. Следи за нами. Есть казуальные активности в свободном исследовании. Они, как правило, могут требоваться для выполнения контрактов, квестов или горячей точки недели. Например, если на неделе горячая точка на земле, то там тебе нужно формить открытые публичные мероприятия, желательно героические. Как их проходить? Посмотри мое вот это старое видео. Я там говорю еще очень странным голосом, но если не будешь знать эту инфу, рискуешь получить на себя гору брани от опытных игроков, которым ты заруинишь прохождение. А оно тебе не надо, ведь? Большая часть наград в игре падает случайным образом. Так что я надеюсь, что с везением у тебя все окей. Кроме наград за активности, новое снаряжение можно получать из так называемых энграм. Вот такие многоугольники. Эти энграмы могут просто упасть с убитого противника, могут вылететь из сундука или упасть в конце матча или задания. Делятся они почти как снаряжение. Белое, зеленое, синее, фиолетовое, легендарное и экзотические, желтые. Как не сложно догадаться, награда из энграмы будет соответствовать ее разновидности. Еще есть одна разновидность энграм, которая тебе будет интересна в первую очередь. Это мощная энграмма. Выглядит она как легендарная, но с более ярким свечением. Чем она особенно? Из нее тебе выпадает шмот, который точно будет выше твоего среднего уровня силы. Так что для прокачки это самая ценная добыча. Ну, кроме экзотов, конечно же. Выпадает она также случайным образом. Все собранные тобой энграммы отображаются в специальной строчке в инвентаре. Чтобы получить из них снаряжение, лети в город к криптарху. Он их расшифрует. Такс, прошел сюжетку? Понял, что такое еженедельная и ежедневная активности? Что еще из заданий? Смотри, дальше начинается самое главное. Эндгейм-часть. Этим словом называют всю ту фигню, которой занимаемся мы. Гардианы. Выполнение испытаний, челленджей, многочасовые походы по рейдам, закрытие специальных заданий и, конечно же, гринд и добыча лучшего и лучшего снаряжения. Зачастую процесс ловли этого самого снаряжения жутко однообразен. Однако, если ты хочешь крутую пушку в пвп, будь любезен закрыть одну и ту же активность раз 20 или больше. Хочешь специальный рейдовый экзот? Будь готов к тому, что упадет он тебе за какое-нибудь 30-е закрытие или 40-ое. Но это так. Скорее предупреждение о том, что такая система наград, завязанная на случайном дропе, в игре есть. В последнее время ее становится все меньше, но все же есть. Главной из эндгейм-активностей в игре является рейд. Рейд рассчитан на прохождение командой из 6 человек. Он требует хорошей слаженной работы от каждого из игроков. Именно поэтому на рейдах нет автоматического подбора игроков. Вам обязательно нужна голосовая связь и все такое. Наградой за закрытие рейда становятся эксклюзивные наборы брони, оружия и рейдовые экзотики, пушка которую можно получить только за полное прохождение рейда. Например, в рейде последнее желание это 1000 голосов. В игре часто появляются новые квесты. О них, как правило, предупреждают разработчики в календаре сезона. Например, в грядущем сезоне мы ждем квеста на тяжелый экзотический лук. Еще одна разновидность эндгейм активностей заточена прямо вот на гринд такой, в чистом виде. Например, суд, кузницы, паноптикум, слепой колодец. Эти режимы представляют из себя хордмод, то есть выполнение простых заданий и отражение волн противника. В случае с паноптикумом, например, это прохождение нескольких залов с особыми задачами. Например, уничтожить кристаллы с помощью специальных реликов. В таких активностях награда выбивается с большей вероятностью и она привязана исключительно к этой активности. Так что некая эксклюзивность еще присутствует. Тебе, как новичку, я бы рекомендовал обратить свое внимание в первую очередь на паноптикум. Он доступен при наличии у тебя дополнений отвергнутых, но советую его я, поскольку пока что только там ты сам выбираешь, какую именно награду ты получишь. Как? Смотри в отдельном видео об этом режиме на канале, оно уже есть. Вообще, в закрепленном комментарии под этим видео я соберу наиболее актуальные видео с моего канала, которые также помогут тебе быстрее освоить те или иные режимы. Также посмотри плейлисты. Например, когда ты соберешься на рейд, непременно посмотри мои видео о тактиках прохождения. На русском языке гайды по рейдам на данный момент есть только на канале Трипл Вайп. Кроме всего этого многообразия заданий, есть небольшие поручения вендоров в городе и на разных локациях. Называются они баунти, ну или контракты. Некоторые дают просто опыт, некоторые легендарную награду, а некоторые особенно сложные могут наградить мощной энграмой со снаряжением выше твоего уровня. Некоторые контракты даже состоят из заданий вроде «Выполни 5 контрактов завалы». Ну и в конце концов, небольшие подсказки по вспомогательным ресурсам, без которых стражу придется нелегко. Во-первых, поиск команды. Можно воспользоваться стандартным мобильным приложением, в котором есть удобная система сбора команды. Чаще всего ею стоит пользоваться для несложных, но командных активностей. Для того же паноптикума, сумрачного налета или прохождения квеста идеально. Там же на форуме можешь посмотреть раздел о наборе в различные кланы. Найди тот, в котором тебе будет комфортно и обзаведись своим постоянным статиком. Команда, из которой ты бы ходил на рейды и другие сложные активности, требующие коммуникации. Ну и конечно, наш дискорд канал и чат в телеграме. Ссылки на них будут в описании. Эти ресурсы, по большей части, как раз нацелены на подбор команды. Сейчас активность там закипит, так что вливайся. Кроме подбора команды, крайне полезно будет обзавестись инструментом для менеджмента вашего снаряжения. Чтобы передавать оружие и предметы между вашими персонажами, вы можете воспользоваться самыми популярными приложулями. Destiny Item Manager, DIMM для десктопа. Удобнейший инструмент с массой возможностей. Если играешь на ПК, это лучший выбор. Официальное приложение, о котором я уже сказал, там тоже есть функция перемещения предметов, хоть и не очень удобная, на мой взгляд. Для консольных игроков, да и для ПК, я бы советовал мобильное приложение Ishtar Commander. Оно простое, удобное и быстрое. Когда ты более-менее начнешь разбираться в игре, у тебя может возникнуть много вопросов по снаряжению, перкам на оружие и так далее. Необходимость в хорошей датабазе и энциклопедии по игре, короче говоря. Такая есть, сайт LightGG. Это наиболее полная и самая популярная коллекция инфы по игре. Тут же можно, например, отслеживать некоторую свою статистику по заданиям и триумфам. К слову, мы уже составили для тебя полный список сайтов по игре со всеми возможными запросами и задачами. Тут тебе и сайт с подсчетом твоего наигранного времени, и подробная статистика, и трекер коллекционных предметов, короче, все-все-все. Ну и вообще, группа Triple Vipe ВКонтакте – это самое большое фан-сообщество Destiny в России. В группе наша команда авторов регулярно публикует важные новости по игре, полезные статьи, которые познакомят тебя с важными механиками игры, истории персонажей и так далее. Ну и мемасики. Куда же без них? Кроме этого, у нас есть Инстаграм и Твиттер. Там все появляется в еще более удобном формате, так что присоединяйся, скоро там конкурсы проведем. На этом, пожалуй, наша вводная лекция подошла к концу. Это много инфы, да, но даже не одна десятая. Впереди тебя ждет огромное приключение, которое будет куда интереснее разделить с друзьями, новыми или старыми. И помни, чтобы не потеряться в этом огромном космическом приключении, существует канал Triple Vipe. Подпишись и прожми колокольчик, чтобы не пропустить следующие важные видео о квестах, оружии, советах и так далее. Ну и увидимся на стримах, я надеюсь. Ну и посмотри собранную в описании и в комментариях инфу. Спасибо за просмотр. Страж. До связи.